Друзья, всем привет! Сегодня я дам четкую инструкцию, как избавиться от проблемных зон в теле. Зачастую большинство женщин, пореже мужчин, жалуются на то, что действительно у них есть определенные проблемные зоны в теле. Это могут быть бедра, это могут быть ягодицы, или так называемые ушки на бедрах, или допустим бока и живот, которые с каким-то диким трудом покидают человека. Несмотря на то, что он создает достаточно полноценный комплекс мероприятий. Почему жир в итоге в этих местах так тяжело уходит, и какую инструкцию надо соблюдать для того, чтобы действительно данный процесс был эффективен, сегодня я буду рассказывать в ролике. Большинство людей бросаются на различные косметические процедуры, потому что действительно именно косметика и заточена на решение данных вопросов, чтобы избавиться от ушек, от боков, от каких-то других проблемных зон. Но я скажу так, если было бы так легко, то конечно это было бы прекрасно, но к сожалению никакие косметические процедуры в данном вопросе не помогают полностью решить проблему. Но это вовсе не значит, что косметика не нужна. И вот досматривайте данное видео до конца, потому что я расскажу на каком этапе правильно, грамотно подключать косметические процедуры в данной проблеме, чтобы действительно решить свой вопрос полноценно и эффективно. Для тех, кто впервые на нашем канале, я Мария Кадралеева, врач-диетолог-эндокринолог. На этом канале масса полезной информации относительно здорового образа жизни, здорового питания, профилактики различных хронических заболеваний. Подписывайтесь на данный канал и давайте продолжим. Итак, первое, с чего надо начать, наверное каждый из вас уже это знает, то что мы не умеем худеть локально. Если человек снижает массу тела, то он снижает массу тела равномерно во всех частях своего тела. Но это совсем не значит, что в общем-то нет у нас возможности как-то локально поработать с определенными проблемными местами. Именно поэтому очень важно соблюдать последовательность действий, потому что наша задача худеть и запускать процесс жиросжигания таким образом, чтобы мы все-таки приблизились к решению вопроса проблемных зон, а не наоборот ухудшили ситуацию. А это очень даже возможно. И для того, чтобы объяснить почему так, все-таки мы должны с вами немножко углубиться в физиологию сжигания жира. Смотрите, очень важный момент заключается в том, что человек не умеет худеть какой-то одной тканью. Если вам кто-то говорит о том, что вы создадите такое питание, где будет уходить только жир или будут уходить только мышцы, например, то это неправда. Такого не существует. Без разницы, набираем мы массу тела, либо снижаем массу тела. Мы постоянно прибавляем какое-то определенное количество тканей и мышц, и жира, и наоборот худеем тоже с помощью и мышц, и жировой ткани. Но наша с вами задача, чтобы мы создавали именно такие условия, при которых проценты будут для нас выгодные снижения массы тела. Что значит проценты? Если мы с вами будем создавать неграмотные условия, питание, может быть каких-то движений и так далее, то в таком случае у нас будет уходить 80-70% мышечной массы и всего лишь 20-30% жировой. Что, безусловно, никак не решит вашу проблему с проблемными зонами. Если же мы, наоборот, создаем грамотные условия, то в таком случае мы будем приводить себя к тому, что у нас 70-80% будет уходить именно жировой ткани и всего лишь 20-30% мышечной ткани, которой можно будет компенсировать физическими тренировками. Вот именно поэтому мы должны помнить о том, что та инструкция, которую сейчас я буду озвучивать ниже, она очень важна. Если вы будете нарушать последовательность, если вы будете нарушать правила данной инструкции, то самое плохое, вы не просто не решите свою проблему, но вы и усугубите ее, потому что наша проблема, по сути, это жировая масса. Жировая масса в определенных неприятных для нас участках тела. И поэтому, если вы будете уменьшать свою мышечную массу, увеличивать жировую, она нормально уходить не будет, то, конечно же, и проблемные зоны будут таким же образом оставаться, возможно, даже усугубляться. Несмотря на то, что очень даже возможно, встав на весы, вы будете замечать, что масса тела-то вроде бы снизилась, но только бока, целлюлит или ушки на бедрах вообще в целом вас не покинули. И первое, что мы должны начать делать, это нормализовать свое питание. Как бы это банально и скучно не звучало, но именно питание грамотное запускает процесс жиросжигания, что, собственно, нам и нужно на первом этапе решения своей проблемы. Давайте опустимся немножко опять же в физиологию жиросжигания и разберемся в том, что когда мы создаем определенные условия для грамотного жиросжигания, то в таком случае у нас как раз-таки жир, который находится в наших жировых зонах, выходит в кровеносную систему, расщепляясь на свободные жирные кислоты. И в дальнейшем свободные жирные кислоты достигают митохондрий, в которых и происходит окисление, то есть жиросжигание. Вот именно данный механизм проходит все этапы жиросжигания. Что мы должны с вами сделать, то есть какие условия мы должны с вами соблюдать в питании, чтобы действительно достичь вот именно данного эффекта. Первое, безусловно, для того, чтобы активировать данный процесс, нам необходимо создать дефицит калорий. То есть да, мы должны создать небольшой дефицит для того, чтобы действительно запустить те ферменты, которые помогут нам жир расщепить до свободных жирных кислот, и они уже пойдут в поток у крови, в те необходимые места митохондрии, где и будет происходить жиросжигание. Что еще? Нам очень важно, чтобы у нас был полноценный баланс нутриентов, то есть макронутриентов, белки, жиры и углеводы, мы обязательно должны потреблять белки, жиры, углеводы, клетчатку. Если мы этого делать не будем, то наш процесс жиросжигания полноценно происходить не будет. Каждый нутриент жизненно важен для этого процесса. Белки для того, чтобы они строили нам материалы, мышцы, белковые субстанции, углеводы для того, чтобы они нам давали энергию, клетчатка для того, чтобы у нас правильно работал ЖКТ, и в общей совокупности это приводит нас к правильному жиросжиганию. Следующий этап – это обязательно достаточное количество микронутриентов. Это различные минералы, витамины. Именно поэтому мы должны создавать всю базу макронутриентов, то есть здоровую тарелку, для того, чтобы мы получили все необходимые микронутриенты тоже для полноценного жиросжигания. Нам необходимо пить достаточное количество воды, потому что это тоже очень важный элемент для жиросжигания. Нам необходимо, чтобы у нас была здоровая печень, потому что именно она пропускает все эти метаболиты, и если она у нас больна, то действительно процесс жиросжигания будет несколько замедлен. И нам также очень важно, чтобы мы минимизировали продукты, которые замедляют процесс жиросжигания. Что это такое? Чаще всего это алкоголь, различные продукты, богатые транжирами, и различные переработанные продукты, то есть простые углеводы, различные сладости, булки, какая-нибудь кондитерская, допустим, продукция, ну и, собственно, алкогольная продукция. Все это замедляет, в принципе, процесс жиросжигания, потому что негативно влияет на наш обмен веществ. И вот только когда мы создаем все вот эти вот условия, то только в таком случае мы можем сказать, что действительно мы запускаем процесс жиросжигания. И тут я сразу хочу отметить, что вот на самом первом этапе люди уже совершают просто невероятное количество ошибок. Например, они садятся на диету, в которых немножко изменены процентаж, допустим, нутриентов. Допустим, они исключают углеводы, либо переходят на низкоуглеводное питание, увеличивают белковую какую-то продукцию и таким образом думают, что они будут полноценно худеть. Худеть они будут, но, как я ранее говорила, они будут худеть совершенно другими тканями, совершенно другим соотношением тканей, и это не решит вопрос с проблемными зонами. Поэтому различные диеты, они приводят нас к тому, что мы не приводим себя к жиросжиганию. Следующий момент – это избыточный дефицит калорий. Люди тоже очень часто переходят на голод, полуголод и действительно прям сильно себя ограничивают. И тут тоже очень важно понимать. Мы говорили про дефицит калорий небольшой. Если мы с вами перебарщиваем с дефицитом калорий, то наш организм начинает энергосохранять. То есть он адаптируется и таким образом он начинает задерживать наоборот жир, а не отдавать. Именно поэтому нам очень важно знать азы грамотного питания, потому что это та первая ступенька, которая вас подведет к решению своей проблемы. Как это питание должно выглядеть? На нашем канале вы видели рецепты, мы вам рассказывали о принципах правильной здоровой тарелки. Вы можете начать с этого, потому что в целом это примерно то, о чем я говорю. Вы можете в общем доступе ознакомиться с такими диетами, как средиземноморская диета, либо дождь диета. Это все как раз таки вас и подводит к тому, как должно выглядеть грамотное здоровое питание с маленьким дефицитом и с правильным балансом всех нутриентов. Это и запустит ваше жиросжигание на самом первом и главном этапе. Следующим этапом, когда вы уже полностью нормализовали свое питание, когда через питание вы запустили процесс жиросжигания, самое время присоединить физические тренировки, а именно высокоинтенсивный тренинг. В чем разница между физическими тренировками и высокоинтенсивным тренингом? Физические тренировки это в принципе может быть и просто прогулка спокойная в легком темпе, а высокоинтенсивный тренинг это такие интенсивные тренировки, которые повышают ваш пульс и вы начинаете испытывать одышку. Это говорит о том, что вы переходите в анаэробную фазу, то есть ваше тело начинает существовать без кислорода, и таким образом это запускает дополнительный источник жиросжигания. Это очень полезно для того, чтобы действительно вы улучшили процесс жиросжигания и в проблемных зонах в том числе. Как это нужно делать? Это не обязательно нужно применять какие-то силовые тренировки с тяжестью, с весом и так далее. Достаточно просто увеличить темп своих занятий, чтобы вы начали чувствовать некоторую одышку. Это может быть и бег, это может быть и тренировки с собственным весом, главное, чтобы вы получили такой эффект. Что касается по времени, конечно же, если вы будете так тренироваться 5-10 минут, то, к сожалению, это будет очень малоэффективно, поэтому в среднем тренировка должна длиться 40-45-50 минут. Вот именно от такого времени вы запускаете дополнительный процесс жиросжигания, и да, если вы будете 2-3 раза в неделю выполнять подобные тренировки, то таким образом вы ускорите процесс снижения веса за счет жира, и ваши проблемные зоны будут постепенно уходить. Но очень важно, физические тренировки и этот высокоинтенсивный тренинг надо присоединять только после того, когда вы уже проработали первый этап, а именно питание. Если вы начнете наоборот, то есть в другой последовательности, это не приведет к нужному результату. Да, безусловно, тренировки будут вам полезны, но это просто приведет к тому, что у вас будет повышаться аппетит, вы будете срываться, вы будете переедать, и несмотря на то, что какой-то процесс жиросжигания будет происходить во время тренировок, вы потом абсолютно будете серьезно себя откатывать назад и усугублять ситуацию непониманием, а как вам нужно питаться, и не нормализовав свое пищевое поведение. И вот последним этапом, когда вы уже нормализовали питание, когда вы включили высокоинтенсивный тренинг в свою жизнь, включить косметические процедуры будет максимально эффективно. Почему так? На самом деле, потому что косметические процедуры, они просто увеличивают кровоснабжение, улучшают вот тех проблемных зонах, которые вас беспокоят. И это очень нужно в нашей ситуации. Почему? Потому что в физиологии строения подкожно-жировой клетчатки у нас как это выглядит? Вот вы можете на картинке увидеть, у вас появляется жир в этих проблемных зонах, и они соединены с соединительно-тканными перемычками. То есть, чем больше жира, тем больше происходит натяжение вот этих вот перемычек, и это приводит к тому, что нарушается кровоснабжение данной зоны. А это очень сильно мешает нам поработать полноценно с этими местами. Почему? Потому что, когда мы говорим про жиросжигание, нам необходимо, чтобы произошло расщепление жира до свободных жирных кислот, и они вышли в кровеносную систему, то есть в кровеносное русло, и уже дошли до своих митохондрий, и там произошло окисление жиросжигания. Как это будет происходить, если кровоснабжение какой-то конкретной локальной зоны нарушено? Очень плохо. И поэтому, когда мы с вами создаем какие-то условия, например, лимфодренажные массажи, антизеллюлитные массажи, может быть, прессотерапию, LPG массаж и так далее, это все улучшает кровообращение в данных зонах. Либо банально это могут быть какие-то домашние процедуры, допустим, вы просто щеткой растираете свои проблемные зоны, вы плюс-минус достигаете того же самого эффекта. И вот только в такой последовательности, конечно, это будет работать. Почему? Потому что у вас через питание запущен уже процесс жиросжигания. Потому что вы тренируетесь, и через тренировки вы дополнительный источник жиросжигания запускаете, и плюс вы, конечно же, увеличиваете кровоснабжение в своих конечностях. И потом вы еще добавляете косметические процедуры, которые еще лучше улучшают кровоснабжение в данных зонах, и поэтому жиросжигание в них будет также происходить полноценно, как и в других участках вашего тела. Вот тогда это будет эффективно. Если эту последовательность нарушать, то никакого эффекта не будет. Если вы не работаете с питанием, но решили заниматься спортом, то вы увидите только негативные результаты. Если вы перестанете смотреть на питание и будете, например, заниматься спортом и ходить на различные массажи, то это будет просто пустая трата денег, потому что вы будете улучшать кровообращение в данных зонах. Да, возможно, вы будете замечать, что у вас сама кожа стала более гладкой, стала более упругой, но зоны проблемные никуда не уйдут, потому что это жир. И чтобы работать жиром, необходима правильная инструкция и последовательность. Сначала питание грамотное, потом спорт и потом уже косметические процедуры. Вот в такой связке это, правда, будет эффективно. Я хочу добавить еще один, наверное, такой нулевой этап в данной последовательности – это работа с мышлением. В целом, во всех моих работах с моими подопечными, в группах, когда мы работаем, то помимо того, что я обучаю вот этой правильной последовательности, всем нюансов этой последовательности, мы фоново всегда работаем с мышлением. Почему? Потому что если вы с мышлением не работаете, то даже если вы достигнете данного результата, о котором я сказала, он не задержится у вас, в вашем организме и в вашей жизни. Почему? Потому что до тех пор, пока вы мыслите ограничениями, пока вы думаете, что есть продукты, которые надо на все 100% исключить, пока вы думаете, что лучше посидеть на диетах, а потом, например, устроить себе какие-то читмилы, когда вы думаете, что отпуск – это как раз-таки возможность наконец-таки выдохнуть и не контролировать свое питание. Это все говорит о том, что вы еще не нормализовали свое мышление, чтобы потом в конечном итоге удержать свой результат. Человек, на самом деле, который кайфует от своего образа жизни, делает все правильно, грамотно, у которого здоровое пищевое поведение, он отличается от человека, который думает, что это очень тяжело, лишь мышлением. На самом деле это не тяжело, но тяжело для тех, кто четко следует правилам по питанию, по спорту, ходит на массажи и так далее, но при этом он не работает со своим мышлением, и поэтому это точно не будет на всю его жизнь. А нам нужно научиться делать так, чтобы вы соблюдали все эти правила всю свою жизнь, и главное, для вас это не было проблемой. И это, друзья, возможно, главное работать. Мои ученики это доказывают, радуются тому, что они решились на этот этап, и у них получилось. Надеюсь, это видео вам было полезно. Еще больше информации в моем телеграм-канале. Вы можете подписаться на него, ссылка под этим видео. И если у вас есть вопросы, то задавайте в комментариях, я с радостью отвечу. До новых встреч!